четыре ключевых отличия церкви христа власть и сила церкви мир вам братья и сестры приветствую вас на блоге виктора буслова познания бытует мнение что человек может и сам решает будет он ходить церковь или нет часто этот выбор переходит и в неправильное понимание что человек ведет себя в церкви как он хочет если церковь христа долго терпит человеку это не значит что она беспомощна есть власть церкви церкви христовой тела христового семьи христовой на земле как иисуса христа принимали и думали что он мягок и его каждый может обидеть поступить с ним так как хотят по сути так и сегодня иные воспринимают церковь как какую-то мягкую безвольную по правде приходят и собрание святых церковь со своими условиями требованиями правилами откровенно сказать этот пост предупреждения тем кто считает церковь безвольно и слабой как иисус христос его поведение среди людей объяснялось долготерпением а долготерпение от любви к человеку так и церковь любви которая излита духом святым сердце верующего в иисуса христа человека четыре ключевых отличия церкви христа церковь созидается иисусом христом врата ада не одолеют ее дети божьи молятся освобождают исцеляют ключи царства небесного на самом деле как за иисуса христа заступался бог так и сегодня за церковь и и все что там происходит заступается иисус христос придет время господь придет не зовите и машей господь придет за церковью своею и сейчас сегодня церковь полностью под контролем господа иисуса христа безусловно именно церковь и отношение к ней решает спасение или наказание благословение или анафема у человека этот пост не ужастик я бы сказал наоборот это свет который может уберечь вот наказание анафемы болезни немощи и даже от смерти из-за того что эта тема очень большая она разбита на четыре видео следующие одно за другим это первое видео которое говорит о силе и власти церкви христа четыре отличия четыре ключевых отличия церкви христа откроем евангелие от мотфея 16 глава стихи с 15 по 20 его он говорит им вы за кого почитаете меня симон же пётр отвечая сказал ты христос сын бога живого тогда иисус сказал ему в ответ блажен ты симон сын ионин потому что не плоть и кровь открыли тебе это но отец мой сущий на небесах и я говорю тебе ты пётр и на всем камне я создам церковь мою и врата ада не одолеют ее и дам тебе ключи царства небесного и что свяжешь на земле то будет связано на небесах и что разрешишь на земле то будет разрешено на небесах евангелие от мотфея 16 глава стихи с 15 по 19 во-первых стих 18 церковь созидается христом а не человеком а именно церковь наполняют дети божьи эта церковь не людей или кого-либо а церковь его господь назвал ее моею я хочу на этом сделать ударение что церковь до сих пор принадлежит иисусу христу врата ада не одолеют ее во вторых врата ада не одолеют ее то есть именно в церкви человек может найти убежище освобождение от злых нечистых духов и так далее почему господь сказал что даже врата ада не одолеют ее господь сказал что никогда не одолеют не будет такого времени особенно думаю когда мы придем именно в это время церковь слаба нет это ощущение это наше личное ощущение слабости передается на все окружающее нас церковь всегда сильна в третьих стих 19 служители дети божьи смогут молиться освобождать исцелять и так далее в конце концов почему такие люди хорошие нет это господь дал дал свое разрешение связывать и развязывать болезни нечистых духов и так далее разумеется здесь в церкви решаются все вопросы с духовным миром и и это не от человека это разрешение дал сам бог в четвертых вдобавок господь дал ключи царства небесного именно здесь люди спасаются становятся детьми божьими исполняются духом святым и рождаются свыше потому что раздаются рождаются в царство божие духовный мир и в конце времен будут освобождены во всей полноте и придут физически царство божие присутствие божие именно такая церковь и сегодня в наше время если допускаются определенные вещи и поведение людей это называется долготерпение исходящее от любви бога которая излита в наши сердца духом святым это не слабость это сила от бога скажите аминь друзья долготерпение не значит вечно терпение если бог долго терпит это не значит что он вечно будет терпеть долготерпение божие исходящее от любви дает время покаяться человеку и это единственное долготерпение грешнику но ему всегда приходит конец сильная церковь христа любовью божьей все это написано не для страха для того чтобы мы оберегались от ошибок по отношению к церкви телу христовому семьи христовой на земле поскольку поскольку кажущая слабость церковь сегодня это не слабость и безвольность это сильная церковь любовью божией она и члены ее находятся в постоянной защите бога церковь бог не позволит обижать и и обманывать будем мы будем в этом очень осторожны вместе с тем эта тема очень большая поэтому она разбита на четыре видео следующих одно за другим это первое видео которое говорит о силе и власти церкви христа четыре отличия друзья помолитесь сейчас богу и поблагодарите его за за церковь и за ваше общение это дар нам от него причем прямо сейчас помолитесь поблагодарить отца небес небесного как бы там ни было сегодня мы путешествовали во времени смотрели что говорит апостол павел иисуса современной церкви и поведение в ней более того мы еще много будем говорить на темы бога иисуса христа духа святого подписывайтесь будем вместе путешествовать по страницам слова божьего в современном мире с вашего разрешения сейчас я заканчиваю вам понравилась запись или вы получили слово откровение от духа святого конечно поставьте лайк подписывайтесь делитесь и передавайте привет братьям и сестрам когда вы ставите лайк мне нравится или делитесь рассказать друзьям в результате вы помогаете служению спасения и распространению слова божьего аминь